Спасибо, Наталья Андреевна. Вы вспомните случай сепсиса? На какой дозе каких препаратов он был? Это была пациентка с достаточно высокой активностью. По Селены Соледай у нее было 34 балла. С развитием менинга энцефалита, сепсиса. Эта пациентка находилась на пульс терапии глюкокортикостероидами. 3 грамма суммарно. В дальнейшем она получала 12 таблеток, как положено, глюкокортикостероидов. На фоне чего у нее развелись данные осложнения. В дальнейшем пациентка достаточно быстро снижала дозу глюкокортикостероидов. С учетом того, что инфекционные осложнения действительно требовали данной методики снижения дозы глюкокортикостероидов. В настоящее время она получает поддерживающую дозу 7,5 мг. И с цитостатической терапией она получает в настоящее время инфекционкофенолат. То есть сепсис это был этап стационарный? Да. Правильно? Да. Спасибо. Зинаида Юрьевна продолжит эту интересную и важную тему для наших пациентов. Доклад также на тему инфекционные осложнения у пациентов с СКВ. Да. Я попробую в своем докладе как-то по результатам уже собственных наблюдений. Что же говорит литература на этот счет, да, и что же у нас известно в мире на этот счет. Значит, заболеваемость действительно, там вот был фактор риска, такая этническая принадлежность. Это вот самые последние данные, очень красивая картинка 2017 года. Заболеваемость у женщин системной красной волчанкой. То, что совсем ярко-синенькое, это там совсем много. То, что голубенькое, это там совсем мало. Или это наша страна. У азиатов, у европейской расы, у негроидной расы, у испаноговорящих, у латиноамериканцев заболеваемость очень высокая. Составляет, например, вот в Китае 97,5 на около 100 тысяч населения. Итак, по результатам крупного исследования в 1955 году, то есть эволюция произошла во многих заболеваниях, в том числе и системной красной волчанки. Если очень кратко, то эволюция она выглядит следующим образом. То, что на момент 1955 года люди умирали от волчанки. На момент 2019 года люди умирают от осложнений, связанных с терапией системной красной волчанки. К сожалению, это так сложилась эта парадигма, и поэтому это очень важно нам понять, что мы делаем не так, и сформировать какие-то алгоритмы. Потому что сегодняшний день алгоритмов, как бороться с инфекционными осложнениями при системной красной волчанке, их просто нет. Поэтому в 1955 году Мэрил показали, что половина больных погибала в первые 4 года с момента развития симптоматики, то есть 50%. За последние десятилетия, конечно, прогноз существенно улучшился, благодаря прежде всего и использованию кортикостероидов, цитостатиков, доступности генной инженерной терапии, доступности гемодиализа, потому что волчаночный нефрит тоже никто не отменял, плазмоферезы и так далее. И в настоящее время 10-летняя выживаемость волчанки со СКВ составляет 90%, а 20-летняя 70%. Но, однако, эти 10% мы все равно имеем. В других обзорах, которые проведены, касающиеся летальности при СКВ, то, безусловно, заслуживает внимания обзор ВАНГ, в котором было включено 5 исследований с участием практически 4,5 тысяч человек. В анализ включено 36 исследований с когортных, то есть там были рандомизированные клинические, это когортные, и еще плюс серии случаев из разных клиник и госпиталей. И в этих включенных исследований было зарегистрировано в общей сложности 2179 летальных исходов с 1950 по 2013 год. И вот тот примерно алгоритм, который набирали исследователи в свой систематический обзор. И что оказалось? Очень интересные данные. То есть вот в черненьким, совсем темном, это то, что общее. С белым это данные 1986 по 2011 год, серый это с 2000 по 2013 год, и более темно-серый 50 по 2000 год. То есть, как вы видите, где вот инфекции, что вот этот вот серый столбец наиболее нас интересующих, то есть от нулевых годов этого столетия, получается, что у нас инфекционные осложнения просто рванули, они просто стартовали. Потому что все остальное, безусловно, сохраняется процент большой по почным проблемам, да, то есть энцефалопатии, по кардиоскулярным заболеваниям, поражениям органов, различных органов систем. Но именно лидирующие поражения в структуре летальности, и она растет, занимает именно инфекционные осложнения. Факторы риска. Вот уже Наталья Андреевна это перечислила, не буду еще раз повторять. Но огромное количество факторов риска, среди которых различные коморбидные состояния, и в том числе наши препараты. И кортикостероидная доза более 10 мг в сутки. Итак, инфекционные осложнения при СКВ. Что на данный момент, какие есть данные. Данные Большого регистра РЕЛЕСЕР, это испаноговорящая группа, 2017 год, включено 3658 пациентов. Из них выявлен риск частоты инфекционных осложнений 2,2 пациента на 1000 в год. Пациента лет, извините. Наиболее распространенными явились репаратурные инфекции, это 35,5%. Основная причина летальности, сепси, 42%. Исследования ВУ, 2017 год, включили 117 пациентов. Наибольшая корреляция с частотой инфекционных осложнений была с уровнем CD4, CD8. То есть, грубо говоря, с приобретенным иммунным дефицитом. И с уровнем ИГДЖ. То есть, чем ниже уровень ИГДЖ, тем больше было инфекционных осложнений. И когортное исследование базы большой, огромный медикей, куда было отобрано 33 тысячи больных системной красной волчанкой. Это 2014 год. И 9 тысяч случаев инфекции, которые коррелирули с люпус-нефритом. То есть, на более часто встречались именно это когорты больных. Ну и в сравнении с нашим исследованием, куда были включены 110 пациентов, также наибольшие оказались распространенными именно респираторные инфекции. Итак, что есть еще по поводу системной красной волчанки инфекционных осложнений. Так, в частности, в исследовании тоже латиноамериканцев, около 129 больных было включено с СКВ. Но здесь наиболее частыми оказались инфекции мочеводящих путей, а затем уже инфекции мягких тканей, грибковой инфекции, пневмонии. То есть, в отличие от наших данных и в отличие от данных других исследователей, у этой группы пациентов оказалась выше именно частота инфекционных осложнений мочеводящих путей. И очень интересное было исследование, которое было опубликовано в журнале Nefrology, инфекции с люпус-нефритом, реченными различными иммуносупрессантами. Было включено 189 пациентов, из них у 13 пациентов и 8 наблюдалась бактериемия, а у 16 и 9 были зарегистрированы полимикробные инфекции. То есть, бактериемия, это имеется в виду сепсис, да, то есть, на какого уровня доходила эта проблема. Непосредственно причина летальности от инфекционных событий была 5,3 случаев, то есть, у 10 пациентов. Структура инфекционных осложнений. Как уже говорилось выше, то есть, в основном, это представлено различными респираторными инфекциями, инфекциями мочеводящих путей, оппортунистическими инфекциями и сепсиса. Так, в частности, в обзоре от 1996 по 2011 год, большой обзор тектонидоу и огромное количество сепсиса, меня просто поразило до глубины души, 2305, то есть, из всех пациентов это как раз примерно 5-6%. Итого, больше всего нас интересует, как с клинических позиций, как терапия влияет на то или иное частоту возникновения инфекций. И были проведены многочисленные работы, в частности, исследование Хусели и исследование Джордан Гонсалес, где не было выявлено никакой достоверной связи между отдельным использованием какого-то конкретного препарата. Было бы так хорошо, нам сделали бы такой исследование, сказали, например, а ММФ ассоциируется с частотой инфекционных осложнений больше, чем все другие. И мы бы знали и все это имели в виду. Но оказывается не так. Все просто. И конкретного препарата в этих исследованиях выявлено не было. То есть, кортикостероиды достоверно повышают риск инфекции. С этим соглашаются все авторы. А какой конкретный моносепрессант, таких данных нет. Не повышают. И шестимесячное исследование было включено, такое Head-to-Head, 10350 пациентов, где сравнивали с парой ММФ-циклофосфана и ММФ-азотиаприн. Достоверных различных в инфекционных заболеваниях выявлено не было. И профилактика инфекции. То есть, нас прежде всего еще интересует, как мы можем предугадать, что мы можем сделать для нашего пациента, чтобы у него не развелись эти осложнения. И, безусловно, это вакцинация. К сожалению, какого-то такого серьезного алгоритма по вакцинации с КВ сейчас нет. Кроме как пневмококковой вакцины и перед ретуксимабом. Но мы должны понимать, что инактивированные вакцины для наших пациентов безопасны. Что та индукция аутоантител, она кратковременно, краткосрочная. И она ни на что не влияет. И, безусловно, вакцинацию следует использовать в ремиссии или в низкой активности заболевания. И, безусловно, ее нужно использовать до начала терапии. Были многочисленные исследования, которые сравнивали, например, ту же самую пневмококковую вакцину, эффективность до начала терапии, за 3-4 недели, или уже в процессе терапии. Конечно, эффективность такой вакцинации до терапии была гораздо выше. И эффективно-бустерная вакцинация, да, это такая дополнительная вакцинация, которая используется в странах Европы для различной категории лиц. И, как я вот вам уже сказала про это исследование, то есть эффективность вакцинации от пневмокока была выше именно за 3-4 недели до его использования препарата. И, в частности, это исследование показало, что серьезно снизилось уровень инфекционных проблем, в частности, в том числе пневмококкового сепсиса. И иммуногенность при вакцинации у больных СКВ тоже был проведен мета-анализ, 601 пациент, 18 когортных исследований, и предикторами плохой иммуногенности был высокий уровень соя, пожилой возраст, раннее начало СКВ, высокая активность заболевания, и иммуносупрессивная терапия, за исключением белимумаба. И исследования сделали вывод, что кортикостероиды не влияют на иммунный ответ при вакцинации от пневмокока. Итого, у пациентов с СКВ инфекционные осложнения занимают лидирующие позиции в структуре летальности. Из них на первые места выдвигаются респираторные инфекции, инфекции мочеводящих путей, мягких тканей, сепсис. Факторами риска развития инфекционных осложнений являются Этническая принадлежность, мужской пол, старший возраст, высокая активность, поражение почек, диабет, коморбидность, использование иммуносупрессивной терапии, доза кортикостероида более 10, гипокомплементамия, гипогаммоглобулиномия, курение. Длительный прием гидроксихлорахина снижает риск инфекционных осложнений. Это тоже показано в нескольких исследованиях. И убедительных данных о достоверной связи между конкретным иммуносупрессантом и развитием риска инфекционных осложнений выявлено не было. И необходима разработка рекомендаций по профилактике инфекционных осложнений, в том числе вакцинации, а также алгоритмов ранней диагностики и лечения инфекций у больных с СКВ. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...